В эфире итоговый выпуск программы Бугинформ. Я, Виктория Саченко и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что нового интересного произошло в Бресте. Коротко о главных событиях. О правах и обязанностях каждого. В областном центре торжественно отметили День Конституции. Важный для каждого гражданина день в городе над Бугом. Самым активным и целеустремленным были вручены паспорта, грамоты и награды. Сто лет на страже порядка и безопасности внутренней войской Беларуси отмечают вековой юбилей. Факты события значения. В областном центре прошла международная научно-практическая конференция март 1918 на изломе истории. Важный государственный праздник – День Конституции отметили на текущей неделе в Беларуси. Дань уважения основному закону страны, имеющему высшую юридическую силу и закрепляющему принципы и нормы правового регулирования общественных отношений, традиционно отдают беларусы в середине первого весеннего месяца – 15 марта. О том, какие мероприятия в честь праздника прошли в областном центре Брещины, смотрите в первом материале выпуска. В Бресском горы с полкоме в День Конституции вручали паспортам. Главный документ получили порядка 20 юных жителей областного центра – активисты, спортсмены и отличники учебы. Лучшие представители учащейся молодежи стали участниками патриотического проекта «Мы – граждане Беларуси». Своим трудом вы уже получили право присутствовать в этом зале в городском строительном комитете. Спасибо вам за то, что вы двигаете наш город вперед. И спасибо вам за то, что ваши планы и устремления в подавляющем большинстве связаны с реализацией себя как личности в нашем замечательном, красивом городе. Все в ваших руках. Живите своим умом. Опирайтесь на мудрость предыдущих поколений, опирайтесь на мудрость наших уважаемых ветеранов и поверьте, что все у вас получится. Вместе с паспортами ребята получили полное право участвовать в принятии судьбоносных для своей страны решений. Радуют, что представители подрастающего поколения относятся к этому вопросу серьезно и понимают степень ответственности. Я осознала то, что в нашей Беларуси действительно очень много людей, которые готовы продвигать нашу страну, выдвигать ее на уровень с самыми развитыми странами мира. Мы ничего еще не добились в жизни. Мы не можем судить о том, чего еще далеко слишком. Поэтому, скорее всего, мы можем что-то сделать, но это будет не скоро достаточно. Сначала мы должны выучиться, мы должны получить нормальное, достойное образование и уже после приехать, возможно, обратно на родину и начинать что-то делать свое. Рядом с молодежью ветераны Великой Отечественной войны. В день Конституции им были вручены юбилейные медали 100 лет вооруженным силам Республики Беларусь. Чествовали ветеранов не только в горысполкоме. К процессу подключились и обе районные администрации. Центром торжеств у брестских ленинцев стал колледж имени Григория Ширмы. Это параллель, наверное, от ветеранов до молодежи. О ней нужно говорить постоянно и всегда, и напоминать. Я думаю, что вот это наше желание, и дети это понимают. Поэтому мы не стараемся делать эти мероприятия какими-то помпезными. Мы хотим, чтобы все то, что мы будем говорить и что делать, чтобы оно находило до сердец и душ наших детей. Они понимали и любили нашу Родину, и понимали, что не только есть права, но есть и обязанности. Потому что за ними будущее. Они будут строить наш тысячелетний город, они будут двигать вперед все наши начинания. Основной документ, паспорт в Ленинском районе в этот день получили 12 брещан. Еще одна добрая традиция ленинцев – вручать благодарности от администрации района молодым людям, прославившим свою школу и город. Надо стремиться, надо хотеть, желать. И очень важно, когда ты чего-то достигаешь на этом достигнутом, не останавливаться, а стремиться вперед и вперед. И я думаю, то, что когда тебя отмечают на каком-то определенном уровне, это уже какая-то оценка твоих стараний, твоего успеха. Слова поздравления от депутатов, ветеранов, представителей общественного объединения «Белая Русь», районного комитета БРСМ и главы администрации в свой адрес услышали также юноши и девушки Московского района областного центра. Прошло торжество в музее «Брест. Город моего будущего». Расположен он на базе лицея номер один. Вы умные, красивые. Ваш ум, талант необходим в нашей стране. Поэтому удачи вам, всего самого на лучшего. С праздником. И гордитесь то, что вы белорусы. Получение паспорта – момент волнительный сам по себе. Но особая обстановка, особый день, без сомнения, сохранят его в памяти ребят на долгие годы. Мне очень приятно то, что паспорт будет вручать глава администрации. Сегодня день Конституции Республики Беларусь, что тоже очень приятно. Я очень рада, что мне вручают паспорт, что мне 14. Я теперь полноправный гражданин нашей страны, и это не может не радовать. Город над Бугом День Конституции отметил масштабно и торжественно. Для десятков юношей и девушек 15 марта 2018 останется в памяти, как день получения личного главного документа. Однако особое чувство в праздник, нет сомнений, испытали не только они. День Конституции – праздник нашего основного закона, закрепляющего принципы и нормы правового регулирования общественных отношений. День Конституции Республики Беларусь в Бресте отметили достаточно широко и разнопланово. Кроме торжественных заседаний и церемоний вручения паспортов, нотариусы страны бесплатно консультировали всех желающих по вопросам, связанным с совершением нотариальных и иных действий. Акция приурочена к государственному празднику, и только в областном центре Брещины за консультацией обратились свыше 260 человек. Встречи состоялись в шести нотариальных конторах города. Оформление доверенности и наследственных прав, отчуждение недвижимости, распоряжение имущества. На эти и многие другие вопросы были даны ответы компетентными специалистами и не только нотариусами. За круглым столом консультировали брещан эксперты разных отраслей права, представителей главного управления юстиции, отдела принудительного исполнения наказания, адвокаты. С каждым годом количество граждан, которые обращаются, становится все больше и больше. Если брать в целом по стране и именно к нотариусам нотариальные конторы, то безусловно правовое сознание граждан растет, растет количество имущества, которым граждане могут распорядиться. Поэтому, конечно, интерес к нотариальным именодействиям есть. Проведение подобных бесплатных консультирований для нотариального сообщества явление не новое, а традиционное. Прежде всего, цель встреч – повышение уровня правовой культуры и грамотности населения, а также обеспечение защиты прав и интересов людей. Нотариат всегда был доступен в плане консультирования граждан, потому что нотариус в любом случае заинтересован в том, чтобы своими действиями гражданин не приобрел каких-то последствий, чтобы потом обращаться в суд. День Конституции – это такой праздник, который напоминает нам об основном документе, закрепляющем права, обязанности граждан. Хотелось бы именно в этот день помочь гражданам где-то прояснить ситуацию, какую-то помощь им правовую оказать, и какое-то правовое просвещение по вопросам, которые они не могут уяснить для себя самостоятельно. Обращаются в основном граждане, конечно, с нотариальными вопросами, поскольку это более жизненные вопросы. Но также по сфере работы органов ЗАГС, по сфере работы органов принудительного исполнения есть также вопросы, с которыми граждане обращаются более такого разъяснительного характера. Участие в благотворительной акции «День бесплатного консультирования» приняли все специалисты Брестского нотариального округа. К слову, подобные встречи будут проводиться и дальше. Как правило, они будут приурочены к различным государственным праздникам. 18 марта внутренним войскам Беларуси исполняется 100 лет. История ведомства начиналась с приказа комиссии, который гласил, что конвойная стража в Витебске реорганизована в конвойную команду. 23 первых добровольца стали основоположниками правоохранительной школы, которая активно развивается и сегодня. В Бресте внутренние войска представлены войсковой частью 55-26. В преддверии столетия образования в областном центре прошло праздничное мероприятие. Анастасия Анастрин-Плотницкая расскажет подробнее. Торжественное мероприятие по случаю столетия образования внутренних войск страны стало знаковым событием в жизни войсковой части 55-26. Это хорошая возможность, чтобы подвести итоги того, чего удалось достичь командованию и военнослужащим за годы существования соединения, а также определить задачи на будущее. Наша войсковая часть в городе Бресте является единственным представителем внутренних войск, как подразделения, и выполняет широкий спектр служебно-боевых задач. Это и охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на улицах города. Это и конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Охрана особо важных государственных объектов и спецгрузов при их перевозке. И значимую роль в спектре перечисленных мной задач играет также и деятельность саперно-перетехнической группы, которая входит в состав нашей части. Без внутренних войск я лично сам как-то не могу представить себя, потому что с 1974 года я во внутренних войсках, 29-28 лет я послужил во внутренних войсках. Поэтому воспитание наших солдат, которые находятся в нашей части, они способствуют тому, чтобы люди, закончившиеся, солдаты, закончивые службы в нашей части, были достойными гражданинами нашей Родины. Почетными гостями праздника стали представители городской вертикали власти, областного управления внутренних дел, офицеры и солдаты части. В торжественный день в адрес правоохранителей звучали слова поздравлений и пожеланий. Труд военнослужащих войсковой части 55-26 отмечен как брещанами, так и туристами. А это важный показатель того, как обеспечивается поддержание законности и правопорядка в городе. Мы очень часто мониторим отзывы туристов о нашем городе, чтобы сделать его еще более привлекательным для инвестиций, для туристической активности. И практически подавляющее божество отмечает спокойствие в нашем городе. Это заслуга сотрудников органов внутренних дел, прежде всего, и, конечно, его боевого кинжала, это внутренних войск. Внутренние войска – мощная силовая структура, чей образ сегодня в Бресте создает и формирует военнослужащие офицеры войсковой части 55-26. Их всегда отличало особое отношение к службе и своему делу, желание выполнять задачи качественно и эффективно. Такая мотивированность определена рядом причин. Все начинается с военкомата, где молодые люди проходят серьезный отбор по физической и моральной подготовке. После, надев форму у вечного огня Брестской крепости, юноши дают главное обещание – честно служить своей стране и своему народу, чему остаются верны по жизни. Здесь гармонично сочетаются разные подходы в реализации своего потенциала, начиная с серьезной профессиональной подготовки и заканчивая профориентационной работой с молодежью, что дает свои плоды. Результаты подготовки военнослужащие продемонстрировали в рамках показательного выступления. Честно, мне очень хочется стать одним из тех, кого сейчас будут чествовать, потому что это очень интересная профессия. Они ловят преступников, они просто очень героичные люди. В торжественной обстановке заслуженные награды получили наиболее отличившиеся офицеры части. Этот успех и еще одно подтверждение тому, что внутренние войска идут правильным курсом, что порядок на Брестских улицах находится под надежным контролем, что правоохранители держат руку на пульсе. Внутренние войска не стоят на месте, как и все в нашем государстве. Совершенствуется техническая база, совершенствуется вооружение. Наши молодые люди, которые призываются на службу к нам и проходят ее срочную военную службу, они приходят более подготовленными, более современными. Очень приятно в 100-летний юбилей быть поощренным правами министра внутренних дел. Очень благодарен служу Республике Беларусь. История Брестской крепости насыщена интересными событиями, трагическими и героическими. Встречи на этой земле всегда имели важное историческое значение. В начале 20 века, в период Первой мировой войны и свершившейся Октябрьской революции, таким знаковым событием для всей мировой истории стал подписанный в здании Белого дворца Брестский мир. Международная научно-практическая конференция «Март 1918-го» на «Изломе истории», которую провели на базе Музея обороны Брестской крепости, напомнила о тех далеких событиях. Участники обсудили наиболее интересные факты и представили документальное наследие. Ирина Альшова продолжит тему. Выбор Брестской крепости в качестве базы для проведения конференции, посвященной столетию Брестского мира с участием научных работников из России, Украины и Беларуси, очевиден. В фондовых коллекциях мемориала хранятся уникальные фотографии и книги, написанные очевидцами событий и кинодокументы, ставшие источником знаний и ценным историческим материалом. Очень важно прикоснуться и довести до общественности, до студенческой молодежи, просто работников библиотек, архивов, то новое, что накоплено. Что накоплено, исходя из анализа источников в архивах международного значения, и сегодняшними, будем говорить, электронными носителями. Тема Брестского мира и все связанные с этим важным событием последствия рассматривались участниками конференции не только с позиции сегодняшнего дня, но и в контексте того времени. Поэтому каждый докладчик представлял свое исследование и открывал новые страницы Брестского мира и событий, повлиявших на мировую историю и политику. Есть еще много интересных вопросов, которые можно задать. В частности, последний доклад прозвучал о проблемах фотографирования, то есть насколько оно было освещено и действительно ли правдоподобно это было сделано фотографами того времени. А что касается осмысления итогов самого мира и его последствий, то я думаю, что еще потомкам предстоит много осмыслить, переоценить, возможно, или взглянуть по-другому. Историки и исследователи по-разному трактуют итоги Брестского мира. Вместе с тем, это событие по-прежнему остается до конца неизученным. И подобные конференции призваны восстановить не только исторические факты, но и дать им свою оценку. История 20-го столетия, она действительно трагична, она связана с нашими брещанами, потому что еще живы те люди, деды и прадеды которых воочию знали, что такое Брестский мир, последствия, что такое Первая мировая война, Вторая мировая война для нас, Великая Отечественная война. И Брест действительно всегда стоял на рубеже мира и войны. С каждым годом белых пятен в истории становится меньше. А это значит, что люди получают больше возможностей для изучения прошлого, своей страны и своего народа. Ирина Альшова, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Специально для итогового выпуска. Брещанка Ангелина Кукета, учащаяся средней школы номер 25, стала обладателем второго места международного конкурса сочинений «Каким я вижу будущее России. Мои пожелания президенту». Итоги творческого состязания подвели в Москве в преддверии важного для россиян события выборов руководителя государства, которые пройдут 18 марта. В торжественной обстановке грамоту и ценный подарок девушке вручили в актовом зале учебного заведения в присутствии педагогов и друзей. С талантливым автором познакомилась Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Десятиклассница Ангелина Кукета внешне ничем не отличается от своих сверстников. На уроках девушка ответственна и серьезна, с удовольствием постигает азы как точных, так и гуманитарных наук. Однако вот уже не один год Ангелина увлекается изучением истории России. А потому, когда на сайте Россотрудничества девушка увидела положение о конкурсе «Каким я вижу будущее России. Мои пожелания президенту», она сразу же откликнулась и вместе со своим педагогом по русскому языку подготовила творческую работу. Сочинение было о пожеланиях президенту России. Там надо было учитывать и историю России, экономическое и политическое положение, ну и также учитывать свои какие-то пожелания президенту. Эту девочку я знаю с сентября месяца. Я считаю, что это полностью ее заслуга в том, что она смогла написать эту творческую работу. У нее есть цель поступить в ВОЗ России, покорить Россию. Она изучает прекрасно историю России, но и параллельно занимается усиленно русским языком. Труды десятиклассницы получили признание не только национальной, но и международной экспертной комиссии. Как итог, почетное второе место. Грамоту и подарок талантливому автору вручил генеральный консул Российской Федерации в Бресте Игорь Конякин. Кроме того, девушку ждал подарок от Россотрудничества – познавательная поездка в Москву. Для молодежи, я думаю, Белоруссии очень интересно то, что происходит в России. Ну и, конечно, это имеет большое значение для дальнейшего развития действительно вот таких добрых, дружественных отношений между нашими странами. Особенно, когда молодежь друг к другу ездит по обмену, интересуется теми событиями, которые происходят в наших странах. В своей победе Ангелина Кукета рада по-настоящему. Этот результат станет для нее первой ступенькой на пути к мечте – стать лингвистом. Дорога школьницы к успеху показывает, как и почему важно проявлять активность и интерес к разным программам и конкурсам. Важное для россиян событие положило начало ее новой истории. Что же касается граждан России, проживающих в Беларуси, то для них консульство напоминает о том, как будет проходить голосование в основной день выборов. Мы полностью готовы, в этой связи хотелось бы выразить отдельную благодарность белорусской стороне, в том числе городскому исполнительному комитету, за оказанную помощь, в том числе и размещение информационных материалов в предстоящем голосовании в стенах Генерального консульства. И я могу вам пообещать, что если будет очень холодно, мы, избиратели, будем поить чаем на улице. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Андрей Щерб, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Тема строительства под Брестом аккумуляторного завода компании iPower набирает обороты. В январе в Тельмах прошла масштабная встреча с жителями района и заинтересованными лицами. В феврале под петиция об отмене строительства инициативная группа собрала больше 36 тысяч подписей. На текущей неделе в Брестском обл. исполкоме прошла встреча инициативной группы брещан, выступающих против строительства аккумуляторного завода и членами государственной комиссии. За ходом диалога двух сторон проследила и наша съемочная группа. На встречу с экспертной комиссией собралось порядка 70 горожан, выступающих против строительства аккумуляторного завода. Задача – ответить на вопросы инициативной группы брещан, изложенные в коллективном обращении в администрацию президента Республики Беларусь. Основные темы – законность принятого решения о строительстве завода и возможных нарушений при проведении общественного обсуждения. В рамках процедуры принятого общественного обсуждения, даже в случае, если произошла ошибка и на сайте райисполкома был размещен документ, который содержал и не является отчетом, процедура предусматривает, что в случае, если заинтересованная общественность хочет получить дополнительную или какую-то иную информацию по планированной деятельности, она имеет право обратиться непосредственно в райисполком, и райисполком обязан предоставить копию данного документа. Основное требование горожан – отменить результаты общественного обсуждения, которое было проведено в 2016 году, приостановить строительство завода, предоставить для ознакомления необходимые документы и провести новое общественное обсуждение. Оно и станет основанием для принятия окончательного решения о строительстве. У нас вопрос как раз-таки по общественному обсуждению, по ООСу, и Андрей Казмирович состался на то, что он принял как эксперт данный документ, получается, он должен был почитать, а что людям предоставили для изучения. Они имели доступ только к одному документу, который вообще ни по сути, ни по своим вопросам не соответствует тому, что строится. Теперь же, даже по количеству строительств, и ваше утверждение о том, что, извините, куда-то поступило, не куда-то, а в экологическую экспертизу поступило, документ правильный, не выдерживает никакой критики по одной простой причине. Должен был поступить документ, который обсуждался. Главный аргумент инициативной группы – нарушение сроков, несоблюдение в полной мере законной процедуры проведения общественного обсуждения, недостоверная информация по оценке воздействия на окружающую среду нового аккумуляторного завода, представленная на сайте Брестского райисполкома. В законной процедуре окружающей среды и в рамках положения Оргусской конвенции и конвенции ЭСПО у нас с законодательными актами предоставляется право предоставления замечаний и предложений в 30-дневный срок с момента публикования удавления. Это международная практика, которая признана сроки 30-дневные адекватными для подачи соответствующих заявлений. И 30 дней с момента публикования уведомления о начале процедуры общественного обсуждения до момента утверждения протокола общественного обсуждения 9 ноября прошло более 30 дней. Значит, в момент проведения общественного обсуждения замечали предложение по отчету об оценке воздействия на окружающую среду, а также заявление о необходимости проведения собрания общественной экологической экспертизы не поступало. Итог встречи инициативную группу не удовлетворил. Четких ответов на свои вопросы от комиссии не получено. Вместе с тем, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ямалкина заверила, что встреча не последняя. Строительство находится под контролем и по всем поступившим вопросам пройдет дополнительная проверка. Ирина Альшова, Андрей Щерба, телекомпания БУК-ТВ Это все то, о чем мы хотели вам рассказать. Прямо сейчас о погоде на ближайшие дни. А я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 18-19 марта погода в Бресте в основном будет определять область повышенного атмосферного давления и холодная воздушная масса арктического происхождения. 18 марта без осадков. На отдельных участках дорог гололедится ветер северо-восточный, умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха минимальная ночью минус 7-9, днем столбики термометров поднимутся до отметки минус 5. 19 марта преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедится ветер переменных направлений, умеренный. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах от 5 до 7 градусов ниже нуля. Температурный фон дня минус 1, минус 3. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...